Небольшой такой кликбейт в названии презентации в GoToKageDemo. Конечно же, их очень много, прям все за час-полтора мы обойти не сможем, но вот хотелось бы просто каким-то образом сформулировать концепцию того, как эти магические методы устроены в Python, и, в принципе, поговорить больше именно про дизайн Python, про структуры данных, как это все сформировано, и почему Python для новых разработчиков является достаточно простым для вхождения, но, как говорится, easy to play, hard to master. И мы начинаем. Презентация будет поделена на три части. Сначала поговорим про концепцию Data Model. Это модель данных в Python, и как данные сформированные, какая у них структура. Вторая часть будет посвящена основной функциональности объектов, создание дистракцион объектов, поиск записи атрибутов и манипуляции с ними, и тому подобное. И в третьей части поговорим про abstract-based classes. Тут уже мы говорим про дополнительный функционал, который мы можем оплавить на наши объекты, чтобы они были для нас более универсальны, чтобы в кругом виде. Ну, как поймем, допустим, интернатор, это дополнительный функциональность, который не входит в сам объект из коробки. Презентация была вдохновлена вот этой книгой. Всем очень сильно рекомендую. Для разработчиков, кто хочет разобраться поглубже в стандартных встроенных фичах Python, всем рекомендую. Мне очень помогло время подготовки, ну и в работе очень часто помогает понимание всех внутренних процессов, которые происходят внутри Python. Поговорим про определенные тезисы, чем была мотивирована эта презентация. Мы знаем, что Python достаточно легкий для новых разработчиков, но во время своей работы мы не используем те core функционалы, которые этот Python нам предлагают. Поэтому хотелось бы поговорить о нем подробнее. Мы говорим про такие internal вещи. Когда мы говорим internal, это означает, что мы как бы не должны туда внутрь лезть, изменять что-то, но хотя бы мы должны об этом знать и быть в курсе, что там внутри происходит. В том числе, если мы используем ключевые функционалы Python, то это позволяет нам сделать код быстрее, короче и более читабельным, потому что объекты, они более лучше интегрируются в среду разработки Python. Также бывает такое, что разработчик переходит в Python из другого языка программирования и пытается устроить свой язык Python под свои потребности так, как он привык в другом языке. Но нужно разобраться, что предлагает сам Python и использовать его фичи, вместо того, чтобы наследовать то, кто к чему привык в другом языке программирования. Также core фичи Python иногда очень важны для реализации каких-то более сложных дизайнерских решений. ORM-системы, фреймворки и так далее. И в том числе Python достаточно особенный язык по сравнению с другими. Он использует скорее протоколы, а не интерфейсы, абстрактные бейс-классы, с которыми обычно разработчик в принципе никогда и не сталкивается, и множественное наследие, которое не свойственно для всех языков программирования. Когда я говорю протоколы, все слышали, наверное, такое понятие, как duck typing, это вот примерно в ту сторону. Итак, магические методы. Открываем первую ссылку на Google и нам пишут примерно следующее. Магический метод – это особый метод, который добавляет магии в ваш класс. Ну, магия, вы понимаете, да? Если разобраться, то это скорее фокусы, а не магия. Кстати, это была единственная смешная картинка в этой презентации, больше не будет. Подразумевается, что эти специальные методы, они вызываются в момент какого-то действия самим фреймворком, и мы напрямую их не вызываем. Ну, как пример мы можем провести интроспект объекта лист и увидим, что у него большое количество методов с нижним подчеркиванием. Можно их называть magic методами. Также в литературе встречается понять, как dunder методы, double underscore методы. Тут видно какой-то хаос такой, но мы в дальнейшем попробуем разобраться и сгруппировать их по их функциональным особенностям, чтобы понять, как задизайн этот объект. Все слышали такое выражение в Python все является объектом. То есть получается, что у нас по идее в языке должен быть какая-то универсальная структура, которая хранит данные, с которой мы знаем, как общаться, и она может реализовать много разного функционала, но она должна быть еще и адаптирована. И вот у нас есть такое понятие, как Python.model, модель данных в Python, как она структурирована, и есть большая документация от core developers, которая описывает, то есть они определяют этому очень большое внимание, тому, как дизайну языка программирования. В признации будут ссылочки, потом, если что, можно будет пройти по ним и более детально изучить. Документ большой, сложный, и тут мы попытаемся пройтись по движкам его. Так, нужно думать про Python, скорее как фреймворк для нашей разработки. Фреймворк, который предоставляет базовый функционал и может быть расширяемый. Можно, как пример, привести тот же Django, да, вот у него есть определенные блоки, кирпичики, вот если их используешь правильно, то фреймворк знает, как с этими кирпичиками общаться, он знает, где они зарегистрированы, и он их вызывает и с ними делает то, что ему нужно. Вот Python делает примерно то же самое с объектами. И из стандартного функционала таких кирпичиков, объектов Python, мы можем выделить доступ к атрибутам, итерируемость, свойство такое, как коллекция, то есть объект, это является контейнером элементов, можно находить, какие элементы находятся в контейнере, доставать их и так далее. У нас есть операторы, плюс, минус, множество делить. В Python их можно еще и overloadить, менять им поведение. Вызов функций и методов, создание и удаление объектов, представление объекта в каком-либо виде, в строковом представлении для дебага, либо для еще каких-то целей, в том числе управляемые контексты, как мы знаем, в из блоки. Давайте посмотрим пример, каким образом мы можем взять базовый объект и расширить его функционал, и как он будет интегрироваться в среду разработки Python. Немножко такое выражение немного может запутать, но я бы выразился именно так. Посмотрим на примере колоды карт. Сейчас нужно будет немножко почитать код. У нас есть колода карт, которая хранит масти и значения от 2 до 11 и валет дама король. Карт — это именованный кортеж, namedTuple. В этом объекте мы реализуем всего 3 метода. И нет — это такой магический метод, с которым, в принципе, все сталкиваются и всегда его видят. Он всегда на виду. И реализуем еще 2 метода. Это len и getItem. Все знают, len — это чтобы получить длину, и обычно вызывается, когда мы вызываем встроенный метод len. Ну и getItem, когда мы хотим получить item по индексу либо по ключу в словаре. Как мы видим, len и getItem — очень короткие методы. Они буквально проксируют вызов этого специального метода внутреннего объекта карты, который является коллекцией. Итак, благодаря тому, что мы реализовали метод len, мы можем с легкостью получить длину, количество объектов в колоде. Также, благодаря getItem, мы можем получить элемент из колоды. Либо натуральный элемент, то есть 1, 2, 3, 4, 5, либо с конца — минус 1, минус 2, минус 5. Поэтому понимаем, что именно ожидается. Также, благодаря тому, что мы реализовали getItem, наш объект хорошо интегруется с встроенными библиотеками, например, такими как random. random знает, точнее, не знает даже, но он знает интерфейс, который предоставляет объект и пытается получить у него длину, либо получить у него item. В данном случае, когда он делает random choice, он знает длину контейнера и пытается из этой колоды выбрать одно из случайных значений. Допустим, если длина 52, соответственно, мы не будем пытаться получить 110 элемент. Мы будем пытаться работать внутри этого рейнджа. Также getItem умеет работать с слайсами, то есть слайсинг. Мы внутрь getItem можем прокидывать не только интегры, но еще и слайсы. В данном случае в фреймворке, в Python используется специальный синдекс двоеточие. В такой момент он понимает, что это слайс. И таким образом можно, допустим, получить все тузы, все вальты, все дамы и так далее. Благодаря тому, что мы реализовали метод getItem, мы можем итерироваться по объекту. Все знают интерфейс итерированного объекта, когда нам нужно реализовать итер, но это не обязательно в Python. Также, если этот метод не реализован, Python пытается использовать getItem и вызывать его натуральными числами. Но 1, 2, 3, 4, 5, пока не укрется в индекс-эрор, и тогда он сделает stop iteration, такой fallback. Также у нас есть возможность итерироваться в обратном порядке. Встроенный метод reversed, он отлично интегрируется с итерируемым объектом и возвращает карты в обратном порядке. Когда мы вызываем cards и определенную ищем карту в колоде, также происходит неявное итерирование. Поскольку у нас реализован getItem, мы тоже это можем спокойно делать. Также неявное итерирование происходит, когда мы пытаемся распаковать объект в несколько элементов. В данном случае head – это будет первая карта, а tail – это вся остальная колода карты. Но тут уже будет не объект колода, а тюпл. Мы будем это распаковывать в тюпл, конечно же. Насчет сортировки. Чтобы отсортировать нам колоду, нам нужно понимать ценность каждой масти, ценность каждой карты. Для этого мы реализуем key-функцию, которая будет использована во время сортировки. И мы можем спокойно сортировать нашу колоду, потому что у нас есть возможность получать getItem и sorted как раз используют те наши магические методы, которые мы реализовали. Что насчет перетасовать колоду? Когда мы перетасовываем колоду, мы по факту хотим изменить сам объект. Но поскольку у нас реализован только getItem, мы можем только получать объекты. Но это легко исправляется. Добавляем еще один метод setItem и теперь мы можем колоду перетасовывать. RandomShuffle использует магические методы, чтобы работать с нашим объектом. И он просто знает, каким образом к нам обращаться. А если мы знаем, какие методы он использует, мы можем их реализовать в объекте и он будет отлично интегрироваться в среду Python. и будет органично в него вписываться. Давайте поговорим, где же магия. Как мы поняли, что специальные методы это скорее протокол, по которому с нашим объектом общается фреймворк. И этот протокол описан в языке C. Есть большая структура, которая называется Python Object. Это, возможно, самая главная структура в Python. Есть большая документация, которая описывает эту структуру и мы видим, что в этой структуре у нас есть какие-то типы слот. Это слоты, это ячейки для каждого магического метода, который у нас есть в объекте. И именно эта структура используется, чтобы описывать то, каким образом выглядят встроенные типы в Python. В документации тоже есть некоторые примеры. Дальше у меня этот же скриншотик, но только что а, скриншот, он показывает, как это реализовано в самом языке C. У нас есть повторение этой же структуры, если есть документация, значит, наверное, она и реализована. Мы видим все слоты для нашего объекта. Мы сейчас находимся в Type Object модуле C Python. и мы тут можем увидеть все-все-все методы, которые, все магические методы, которые перечислены для нашего объекта. То есть, в принципе, чтобы to catch them all, нужно сразу зайти сюда и посмотреть, какие магические, какие специальные методы, какие слоты зарезервированы для магических методов в объекте. И когда мы пытаемся получить магический метод из объекта, мы банально делаем следующую вещь. Мы спрашиваем у объекта, у твоего класса есть слот tpMagicMethod. tp и какое-то название magicMethod, допустим, representation. Если он, если у него есть, то возвращаем этот магический метод и вызываем его. Если же нету, то это означает, что эта операция не поддерживаема. Важный нюанс то, что магический метод вызывается на классе объекта. То есть, допустим, если мы реализовали какой-то класс и у него есть метод equal, когда мы сравниваем объект, то у него вызывается магический метод его класса. Когда мы сравниваем класс с чем-то, мы вызываем магический метод его мета-класса. Всегда идет такая иерархия вверх. берем магический метод класса, который породил данный объект. И еще, возможно, вы когда-то замечали, что когда вы запрашиваете какой-то магический метод у пайта на в консоли, вы видите примерно следующую картину. Он нам возвращает объект слот в раппер. Дело в том, что все нативные магические методы, они обернуты в небольшую оберточку, которая поддерживает протокол рид дескриптора. То есть, когда мы запрашиваем метод репр, на самом деле мы обращаемся к его дескриптору и по методу get дескриптора получаем внутреннюю функцию, которая является той истинной нашей имплементации магического метода. Как же происходит наследование магических методов от класса в класс? Дело в том, что если вы знаете MRO, иерархию создания классов, когда childclass ищет методы вверх по иерархии, то тут такой так не работает. Как только создается субкласс, он копирует в себя все магические методы, и таким образом ему не нужно проходить по дереву, чтобы найти тот самый магический метод. Это происходит в c python в методе type new. Я его специально тут могу чуть-чуть страничку подгружать. Вот метод type new, он достаточно большой, в нем происходит много чего интересного. И вот в этом type new еще происходит вызов PyTypeReady. После того, как мы создали класс, он еще доактивируется, там дополнительные различные процессы происходят. вот в этом PyTypeReady как раз хендлится создание слотов и копирование их, ну и взаимодействие в принципе с базис, с теми базис классами, от которого этот класс наследован по mro и так далее. Также в cpy найдете такой метод, как update one слот, который хендлит создание дескриптора, чтобы магический метод был полностью компатабл с инфраструктурой Python, что и поддерживал протокол дескриптора. Ну и это хорошая оптимизация, потому что нам не нужно проходиться по дереву, делать кучу ненужных операций, но на этапе создания есть какой-то определенный нагрузка на это. Но есть два исключения, это new и prepare. Дело в том, что new вызывается еще в тот момент, когда объект сам еще не создан, потому что new создает объект. Поэтому new должен быть найден статично на самом классе, который создает объект. То есть если класс создает объект, мы берем new этого класса, если мы создаем класс, то new мы берем мета класса. Prepare его нету в слотах, он используется при создании класса, мета класса. Это первичный дикт, в котором мы будем класть все элементы из скопа класса, которые инициализируются в теле класса. Он подсматривается через обычный поиск атрибутов в классе. тут мы закончили с вступительной частью, можно так сказать, и переходим к нативному функционалу Python объекта, которые нам доступны из коробки. Создание и уничтожение объектов, поиск атрибутов, перезагрузка операторов, представление и форматирование объекта, и также тут не указано, но также в объекте может быть описано, каким образом он будет сериализироваться или десериализироваться. В случае JSON тут все просто, мы все знаем, как JSON выглядит, но как сериализовать и десериализовать объект, иногда библиотеки Pickle, которые сериализуют и десериализуют Python объект, ей иногда нужно подсказывать, если она не справляется. Давайте пробежимся по магическим методам объекта, которые доступны из коробки, мы видим DIR, который позволил нам получить вот этот список объектов, DOC, документация, модуль, V-CRAF, это слабые ссылки, которые хранит сам объект, класс NewInit, в принципе, я думаю, все знакомы с этим, init-subclass, subclass-hook, init-subclass для проверки является, извините, init-subclass это хук, который выполняется в момент субклассинга из этого класса, нового класса, извините за большое количество слов класс в этой презентации, subclass-hook, проверка, является ли класс субклассом этого класса, string, creper-формат репрезентация объекта, хэш, получение хэша используется, если мы получаем хэш, то, скорее всего, этот объект immutable, но это не всегда так, но тем не менее, Python ожидает, что объект неизменяемый, size of, сколько памяти занимает объект в памяти, дальше мы видим группу операторов, которые используются для сравнения, по умолчанию они все реализованы, но equal сравнивает просто айдишники объектов, то есть является этот объект этим объектом, такая же проверка, как из, а вот эти методы по умолчанию возвращают объект not implemented, не raise это ошибку not implemented, а возвращают объект not implemented, чтобы Python мог потом это каким-то образом захендлить или не захендлить, в зависимости от его поведения. Lict setAtr getAttribute delAtr для работы с атрибутами и reduce reduce x для сериализации объекта. Reduce x это то ли он устаревший, то ли что-то вроде этого, это тот же reduce, только в нем еще можно было указывать протокол определенную версию сериализатора, что-то вроде этого, сейчас он вроде бы особо не используется, но если вы не работаете с сериализацией данных, то вам эти методы особо и не нужны. Что происходит, когда мы инициализируем объект? Создаем объект из класса, происходит примерно следующее. В первую очередь мы на мета-классе класса вызываем метод кол. Этот кол вызывает new на классе, если метод new возвращает instance, то он возвращается обратно в кол, если это не instance класса, то мы его сразу возвращаем пользователю. После того, как мы получили instance класса, мы его пробрасываем в инициализацию, как мы знаем, инициализация ничего не возвращает, потому что это по сути дела сайд эффект на созданном объекте. и этот объект мы возвращаем обратно пользователю. Создание класса с помощью мета-класса. У нас есть две сигнатуры, это либо мы создаем классическим способом класс, вот таким, либо создаем как такой instance из тайпа, указывая имя, basis и local scope. Тут что-то очень похожее, но не совсем. Мета-класс сначала вызывает prepare, подготавливает дикт для того, чтобы в него помещать весь scope класса. Также вызывает call тут мета-мета-класс, не знаю, как он выглядит в c-пайтоне, но те источники, с которыми я познакомился, там было такое название, поэтому можно принять как должно. Вызываем дюн на мета-классе, он создает класс, опять-таки, если это класс мета-класса, прокидываем в метод init мета-класса, его до настраиваем там, и потом возвращаем пользователю. Я сложные вещи могу достаточно быстро пробегать, лишь для того, чтобы покрыть как можно больше информации, и потом вы сможете все равно посмотреть видео, вернуться к темам, которые вам больше всего понравились, так что мы можем считать, что мы какие-то базовые вешки расставляем, с которыми можно потом работать и просмотреть просто то, что вы не очень хорошо знали. Также у нас есть хук, который активируется в момент, когда мы создаем класс, наследуем класс из parent класса. иметь субкласс, вроде бы он появился только спайда на 3.6, то есть, когда мы инициализируем child класс, у нас триггерится этот специальный метод, и можно с этим объектом что-то делать, донастраивать каким-то образом, но обычно это такой responsibility перекладывается на мета-классы. Также мы можем производить определенную интроспекцию. У parent класса мы можем запросить все классы, которые он когда-либо субклассил, для которых он является parentом. У child класса мы можем посмотреть все его дерево родителей, вплоть до объекта. Это именно тот порядок, в котором мы ищем методы в супер-классах. Есть еще дополнительная проверка из-инстанса и субкласса, но нужно помнить, что их нужно реализовать на мета-классе, потому что когда мы вызываем из-субкласса или из-инстанс, то мы ищем магический метод мета-класса этого класса, а не в самом классе. То есть в самом классе у нас эти методы не реализованы, но они подсматриваются в мета-классе. Уничтожение объекта. Мы знаем, что есть такой метод del, но он тоже является чем-то вроде hook'а. То есть если мы его напрямую вызовем, то мы объект не уничтожим. И даже если мы вызовем на этом объекте del, это не означает, что мы активируем этот специальный метод del, потому что он вызывается только в тот момент, когда заканчиваются ссылки на этот объект. То есть тут мы можем увидеть пример, что мы создали две ссылки на один и тот же объект, удалили первую ссылку, метод del еще не активировался. А когда переназначаем ссылку адрес для второй ссылки, в тот момент объект myclass, объект x теряет последнюю ссылку и триггерится метод del. может быть использован для логирования удаления файлов, либо наоборот фейкового удаления, когда мы объект не удаляем, а в какой-нибудь регистре перемещаем, что-то вроде этого. Сейчас будет наверное самая громоздкая картинка, связанная с поиском атрибутов, потому что в поэтоне именно работа с атрибутами достаточно такая весомая задача для объектов. Мы уже познакомились с поиском специальных методов, когда мы просто подсматриваем в слотах в классе объекта, и теперь познакомимся с классическим лукапом атрибута в объекте. У нас такая большая-большая большое количество логик, которые скрыты за таким простым вызовом. Попробуем разобраться. Мы когда делаем get-attribute, мы вызываем специальный метод get-attribute. И мы сразу смотрим, есть ли этот ключ в dictionary класса. Если есть, мы проверяем, является ли этот объект дескриптором, причем у этого дескриптора должен быть реализован не только get, но еще и set или delete специальные методы. То есть это не только read-on дескриптор, он еще может изменять объект. Если да, возвращаем его, то есть у него приоритет перед атрибутами самого объекта, на котором мы вызвали этот get-attribut. Если же нету такого дескриптора, мы идем уже к объекту и спрашиваем, у него есть ли в dictionary такой ключ? Если есть, возвращаем его. Если нету, возвращаемся обратно к его классу и спрашиваем, а если у тебя этот же атрибут, но только теперь нам достаточно хотя бы и обычного read-дескриптора. Если есть, сейчас попробую убрать эту штучку выпадайку, если есть, то отлично возвращаем то, что вернет нам метод get этого дескриптора. Если же нету, но этот ключ все-таки нашелся в дипте, возвращаем его значение. В противном случае, если у нас в классе даже нету в дипте этого элемента, мы триггерим метод getAtr. Как мы видим, у нас тут два метода, getAttribute и getAtr. Они разделены таким образом, чтобы если пользователь захотел изменить поведение поиска атрибута, чтобы он не замучился с рекурсией, если он будет изменять getAttribute. Потому что getAtr триггерится только в том случае, если мы не смогли найти параметр обычным способом. И по умолчанию он raise attribute error. Но это еще не все. Мы тут показали, что мы ищем в классе, но в самом классе, который продел этот объект, этого метода может не быть, он может быть где-нибудь вверх по дереву по иерархии. То есть мы пойдем в MRO этого объекта, а у нас тут множественное наследование в Пайдоне, и погнали искать по дереву потомков, а есть ли где-нибудь этот метод реализован. И это еще не все. Мы поиск, ищем атрибуты в dictionary, в dict, но в классе может быть реализованы слоты, и тогда мы игнорируем dict и ищем то, что находится в слотах. А слоты, если я не ошибаюсь, они у нас не inherit с child классами, соответственно, тоже. В этом классе нужно искать в лотах, в следующем в dict, в следующем слотах и так далее. То есть песня такая может быть достаточно запутанная. Вот. Переходим к дескрипторам, потому что дескрипторы явно имеют немножко высший приоритет над обычными атрибутами объекта. И вот давайте разберемся, что такое дескриптор, какая у него сигнатура и как он может быть использован в Python. в нем реализованный основной протокол это setName, get, set и delete. Get, set, delete отвечает за чтение, запись и удаление атрибута. SetName триггерится в первый момент, когда мы инициализируем дескриптор. Дескриптор прокидывается owner, это класс, в котором этот дескриптор реализован, и name, имя атрибута. То есть таким образом мы можем запомнить, какому атрибуту принадлежит этот дескриптор в том случае, когда мы захотим манипулировать над этим атрибутом внутри объекта. Нужно упомянуть, что дескриптор на самом деле не хранит данные объекта, в котором он инициализирован, потому что мы по факту инициализируем один инстанс дескриптора на весь класс, то есть на все инстансы класса. дескриптор лишь описывает логику, каким образом мы получаем из объекта данные, где они в этом объекте хранятся, как мы из этого объекта их удаляем, записываем и так далее. Как дескриптор может быть использован? Если нужно создать какое-нибудь динамическое поле, например, мы из объекта получаем какой-то атрибут, а на самом деле идем в базу данных или файл вычитываем оттуда, либо еще каким-то образом, либо собираем логирование, создание, удаление, чтение атрибутов из объекта, какие-то либо валидации. На дескрипторе можно реализовать метод set и в момент set атрибута можем делать какие-либо проверки. Является ли он интовым значением, слабарем, может быть там list of values определенный и создание ORM систем. Дескриптор как раз тут не заменен. И давайте как раз рассмотрим пример ORM системы. Взятые статьи descriptors how to ссылочка будет. Что мы видим? Мы реализуем дескриптор. У него есть setname, get и set. В setname мы преподготавливаем query в базу данных, которые мы будем использовать в методах get и set. важный момент это то, что owner это класс объекта, а object это сам объект. То есть в объекте могут быть донастраиваемые параметры, которые влияют на то, как мы ищем объекты либо записываем их в объект. И пример использования это вот мы реализуем класс какой-то movie, в нем создаем два дескриптора. Этот дескриптор знает, что он относится к директорам, а этот относится к годам, потому что этот параметр пробрасывается в момент инститализации дескриптора. Тут мы донастраиваем объект во время создания. И когда мы запросим movie Star Wars и попросим какой же там директор, директор, режиссер, мы сделаем запрос в SQL благодаря тому, что дескриптор перехватывает на себя логику получения данных. Эти данные по факту в самом объекте не хранятся, они достаются динамически и сетятся динамически туда же в базу данных. То есть когда мы попробуем засетить нового режиссера для звездных войн, соответственно мы сделаем запрос в базу данных. То есть дескриптор это хороший ключик для создания ORM систем. Переходим к операторам. Тут постараемся по-быстренькому их пробежать. Стандартные операторы equal операторы сравнения equal от equal great и так далее. Все вы их видите, все вы их знаете. По умолчанию в объекте реализованы они все, но они достаточно бесполезны. Equal сверяет только идентификаторы объектов, но equal это fallback от equal. То есть если equal вернул второго, то это вернул холст. В принципе ничего такого. Раньше в Python был использован другой магический метод cmp compare, который получал, который сравнивал два объекта и каким-то образом выдавал return нам либо отрицательное число, либо ноль, либо положительное число. Если отрицательное число, мы предполагаем, что первый объект меньше второго. Если положительное, мы предполагаем, что второй объект больше первого. У этого поведения была странная особенность, если мы туда прокидывали какой-нибудь контейнер, допустим лист, он сравнивал только первые элементы этих контейнеров. Соответственно, если мы сравнили два дикта, мы брали какой-то рандомный ключ из первого дикта, рандомный ключ из второго, сравнили и обнаружили, что первый дикт больше второго, что достаточно странно. Поэтому Python 3 обычно считается правилом хорошего тона реализовывать все операторы сравнения. Ну, их что-то как-то многовато. Поэтому есть инструмент Functools Total Over Ordering, который позволяет вам реализовать только один метод equal или not equal и только лишь один метод из вот этого четвертого. Если вы их реализовали, в принципе, можно вычислить результат для любого другого оператора. То есть not equal это противоположное от equal и, соответственно, если мы знаем equal или не equal, мы уже тут тоже можем разобраться и вычислить вот эти значения. Конечно же, у нас есть определенные дополнительные операции при вычислении таких параметров. Поэтому иногда лучше просто все эти методы реализовать. Переходим к операторам. Плюс минус умножить поделить есть лунарные операторы. Все знают таким образом сделаны, реализованы вот магические методы и к ней. И вот у нас еще есть тернарные операторы. Их побольше. Плюс минус умножить поделить поделить без остатка остаток отделения вернуть и то и другое степень. Оператор мультипликация матриц появился вроде бы в Python 3.6 побитовые операции. И эти все операции можно в объекте переопределить под собственные нужные потребности. Допустим, хотим мы там хороший пример как раз сеты, в которых используются операторы. Также можно, допустим, если вы хотите создать объект вектора и вектора между собой перемножать либо суммировать либо отнимать. Можно как раз оператор overloading заняться. У нас есть forward методы. Как мы видим, для каждого оператора есть свой магический метод. Еще у нас есть backward. У них приставочка R, то есть right. Сейчас мы более детально разберем пример. И еще есть третий тип операторов специальных методов. Это in-place операторы. Это когда мы делаем, допустим, объект плюс равно что-то там. Это мы в таком случае не создаем новый объект, а делаем apply side эффект этого метода на наш объект. И как пример forward оператора мы берем лист и хотим сделать ему мультиплицирующим. Лист знает, каким образом его мультиплицировать. Соответственно, на нем вызывается его метод multiply и он отлично мультиплицирует. Следующий пример. Мы видим, что integer пытается мультиплицироваться на лист. integer не знает, как это делать. Поэтому он говорит, я пас, давай ты лучше. И лист берет на себя этот responsibility и вызывает write multiply метод. И также in place x. Наш лист умножает на сам себя. Мы видим, что это ничего не возвращает, но мы оплываем side эффект на сам объект. И он сам себя мультиплицирует. если посмотреть это в виде схемы, извиняюсь за качество, взял из той самой книжки, которую рекламировал в самом начале, мы видим следующее. Если у левого объекта есть специальный метод, давайте посмотрим, что он вернет. Если он вернул объект not implemented, не раз на ошибку, а вернул объект, либо его нету, тогда мы спрашиваем у правого объекта, давай ты вызовешь свой write operator и посмотрим, что ты вернешь. И в принципе есть ли он у тебя. Если его нету, то мы разим ошибку. Если он есть и возвращает not implemented, то тоже разим ошибку. А если он что-то вернул, то тогда мы получили результат. То есть мы результат можем получить как из лева, сгенерированный как левым объектом, так и правым объектом. И как пример оператор overloading, мы можем посмотреть на примере сета. Тут как раз может быть такой хороший холиварчик. У меня на проекте такое было, когда я пытался пользоваться этими операторами, когда разработчик натикается на такой код, ему нужно посидеть и подумать и вспомнить, а что каждый значок означает. и вот иногда более читабельным бывает вот следующий вариант. Я понимаю, что в данном примере функционал вот этих методов немножко отличается от того, как реализованы сами операторы. Там можно принимать любой iterable объект, а не только сет. Ну и получается более читабельно, но длиннее и в крамере самого кода разработчик может понять, что там происходит. не нужно лезть в документацию с этой и вспоминать. Ну и иногда операторы очень хорошо помогают, если мы работаем с каким-то базовым конструкциям. Допустим, есть объект fraction, который хранит целое и делитель и никогда не производит вот этого деления. Только когда мы fraction умножаем, делим, прибавляем и отнимаем от другого fraction, тогда происходит магия внутри объекта. Двигаемся дальше. Тут совсем коротенько Object Representation оставил тут, чтобы оно было под рукой. Интересный у нас тут формат. Для разных объектов у формата разный формат специфики. для листа филлер, куда его выровнять налево или направо, какая будет конечная длина объекта и сколько обрезать. Вот пример следующим образом. Если число, мы тут указываем, как его округлять, добавлять плюс в начале или не добавлять, тоже как филить его. Если Date Time, тут совсем другая картина. И мы можем управлять поведением того, что возвращается из формата в зависимости от того, как мы специализировали в этот формат спецификейшн. Мы получаем входящий параметр Format Spec. Format Spec это обычный стринг и из него мы можем выкусывать те элементы, которые нам нужны и в зависимости от этого изменять форматирование объекта и использовать это в функции либо встроенной функции Format либо как мы привыкли форматирование строки. Copy Deep Copy используется во время копирования либо Deep копирования объектов, если нужно доопределить это поведение. И есть ряд специальных методов, которые используются PicLan во время сериализации и десериализации. когда он сам не может справиться. Очень долго тут останавливаться не будем и перейдем к нашей части 3, а именно Abstract Base Classes. Python реализован с помощью тех самых протоколов. объектов поэтому непривычно видеть интерфейс либо Abstract Base Classes на продакшене, но если мы создаем свой собственный фреймворк, возможно, есть смысл реализовывать подобные Abstract Base Classes, чтобы убедиться, что класс реализовывает весь пункт знал, который предполагается для его типа. и мы можем взять этот Abstract Base Classes Collections ABC, от него наследовать класс, и если он не реализовал какой-либо метод, мы в момент инициализирования объекта получим такую красноречивую ошибку. Вот таким обычно никто не занимается, DuckTyping рулит и все такое, поэтому нам даже не нужно наследоваться от iterable, если мы реализуем его протокол и спросим является ли этот объект инстансом iterable, скажут, что true, несмотря на то, что мы от него не наследовались. Давайте посмотрим, как это происходит. По факту тут происходит просто чек определенных методов. Вот если пойти в Collections ABC Py, то можно посмотреть, какие методы должны быть реализованы для каждого интерфейса. И вот соответственно вот тут мы видим пример, что в этом классе ничего не реализовано. не реализован протокол iter, и мы получаем закономерную проверку, что он является false. Но мы помним, что бывают случаи, когда мы можем итерироваться по объекту, даже если мы в нем реализовали метод getItem, но эта проверка нам даст false. В таком случае мы можем наш класс зарегистрировать как класс, который обещает, что да, я выполнил или выполню протокол твоего интерфейса. И в таком случае проверка из instance iterable будет true. Ну, поэтому поскольку объект может не выполнять интерфейс iterable, оно может при этом быть итерированным, поэтому эта проверка используется крайне редко, равно никогда. Хороший пример как это можно проверить, навряд ли кто-то таким занимается, но можно на классе вызвать просто метод можно вызвать функцию iter на классе и если зафейлиться, то значит наверное он не итерированным. Есть такое выражение наверное знаете иногда лучше попросить прощения, чем просить разрешения, потому что мы тут вызвали, что-то не получилось, но мы обернули это в track и перехватили поведение и понимаем, что этот объект не итерированным. Вместо того, чтобы делать какие-то проверки, какие у него там методы есть, каких методов у него там нет. Давайте посмотрим на структуру abstract-base классов в Python для того, чтобы понять, какой дополнительный функционал мы можем реализовать на объекте и как мы его можем впоследствии расширять и менять его поведение. В abstract-base классах есть интерфейс, который называется one-trick-ponies. они реализуют буквально один магический метод, исключением является collections, который по факту не реализует ни один дополнительный интерфейс, но обрегирует себе три интерфейса, это iterable sized containers. начнем слева направо hashable понятно хешируется объект или нет awaitable coroutine добавлены уже при async IO начинается спать на 3.5 awaitable это метод await мы еще посмотрим на это coroutine это то, что возвращает async def асинхронные итераторы асинхронные итераблы асинхронные итераторы генераторы iterable и итератор очень важный момент что у нас есть два отдельных интерфейса это iterable и итератор про это тоже поговорим ну и генераторная функция которая в какой-то момент приняла себя responsibility coroutine но потом начиная с python 3.8 такой подход уже является deprecate reversible интерфейс и collection и callables collection iterable это метод iter sized это lan и container это когда мы делаем проверку из ин маппинги у нас есть сеты словари и изменяем это не изменяемые изменяемые маппинг включает в себя три интерфейса это keys items и values это те объекты которые в принципе возвращают дикт когда мы спрашиваем у него get items спрашиваем у него items keys и values секвенсы это различные коллекции объектов именно итерируемые мы говорим про листы либо строки либо какие-то другие вещи секвенс может быть reversible для маппинга неважно reversible он или нет потому что он в принципе неупорядочен и секвенсы mutable и не mutable в принципе это все что мы видим в collections ABC и в отдельном модуле у нас хранятся еще два интерфейса это наши контекст менеджеры обычный к которому мы привыкли и abstract unseen контекст менеджер вот картинку сделал для чтобы для переходим к хешблу так сейчас посмотрю что у нас по времени получается но вроде бы пока укладываемся полтора часа хотелось бы конечно закончить быстрее хешбл объекты каким критериям они должны какие критерии они должны удовлетворять в нем должен быть реализован интерфейс хеш и equal во вторых хеш не должен меняться во время его жизни потому что если мы поместили объект в словаре допустим по хешу а потом у него хеш поменялся хеш в дикте остался тот же самый поэтому это будет очень confusion по крайней один из примеров который попадается мне сразу в глаза и еще одно правило если объект а равен объекту б и хеши тоже должны совпадать если мы говорим про immutable коллекцию например tuple то все элементы этой коллекции должны быть хешбл тогда сам объект будет тогда сама коллекция будет тоже хешбл потом мы посмотрим пример как можно создавать хешбл объект и как он меняет поведение как он меняет поведение того как в дикте мы получаем элементы по ключу возвращаемся презентации коллаблс коллабл для объекта обычного это не свойственно из коробки он не является вызываемым мы знаем что класс является вызываемым давайте пробежимся по порядку какие коллаблс есть вообще в пайтоне есть user defined functions это обычные лямбды либо def реализованные с помощью def statement встроенные функции как пример можем говорить о встроенные функции которые реализованы на языке c как пример мы можем говорить про функцию lan или time . стр time дальше встроенные методы идут например в словаре метод get он является встроенным и реализованным на языке c методы instance это они отличают от user defined functions это отдельные объекты но они как раз создаются вот той user defined functions благодаря внутренней имплементации функции потом дальше это рассмотрим класс является вызываемым объектом в java есть специальный метод new в python такого нету и было принято решение реализовать создание объекта класса через обычный вызов класса несвойственно для других статически типизированных языков в принципе не сильно много из них старался взять дизайнился так чтобы было удобно Python разработчику и также инстансы класса это те случай когда для объекта в классе реализован метод call тогда мы можем делать вызов в этот объект из недавних а и конечно же генератор functions это когда мы реализуем функцию def и в теле ее есть yield или yield from statement и из недавних относительно недавних приобретений Python это начиная с 3.5 появился новый синтакс async def появляется current functions это async def в принципе это и есть такая функция у нее тип отличается от user define функции и можно с помощью интроспекции это выявить даже если у нас есть этот объект и есть еще asynchronous generator function это если мы реализуем async def и в теле функции есть yield ключевое слово yield простой пример как создать callable объект реализуем в нем метод call и можем вызывать создавать объект и на нем делать вызов как вызов функции конечно же в момент вот этого вызова мы сначала находим наш специальный метод только потом вызываем этот специальный метод то есть триггерим call в этом случае мы триггерим call мета класса в этом случае мы триггерим call самого класса посмотрим посмотрим какие есть в принципе логические методы в функции в обычной функции их достаточно много но давайте исключим из них те которые находятся в обычном объекте как мы знаем функция это объект но она реализует свои специальные методы которые делают ее особенной по сравнению с объектом видим как раз тут call closure code code defaults globals посмотрим более детально каждый по порядку ну совсем прям по ним всем пробегаться так не будем но покажу по крайней мере пример из интересного есть метод get который благодаря которому функция если она находится в классе она является get дескриптором и поддерживает интерфейс дескриптора вот это можно будет потом почитать покажу пока что пример мы создаем функцию внутри которой создаем функцию ну и верхний уровень функции вернет нам просто внутреннюю функцию изощряемся таким образом для того чтобы показать как работает closure в python и где прячутся closure параметры у нас есть на уровне модуля переменная есть перемена как раз в high level функции которая доступна в close функции тоже и какая-то локальная функция локального скопа этой функции то есть у нас есть три скопа и в close функции мы также описываем тайпинги и doc string сейчас тут немножко будет мелковато мы получаем функцию из функции и начинаем занимаемся ее интроспекцией мы можем посмотреть ее annotation это typing closure это tuple объектов которые находятся в non-local скопе объекты типа cell как ячейка и вот посмотрим первую ячейку и внутри нее мы можем посмотреть ее cell contents и мы как раз получим этот сам non-local value есть дефалты вот позицион дефалты это позиционные дефалтные переменные полностью есть весь глобальный скоп функция знает весь глобальный скоп того модуля где она была создана соответственно если в скопе этого модуля что-то поменяется функция об этом будет знать q defaults это дефалтные параметры именованных параметров вот это args кушает перехватывает все неименованные параметры и соответственно что-то после args уже попадает в именованные параметры q defaults name название функции call name это более специфическое название функции связанное с пепом с определенным пепом ну и магический метод call с помощью которого можно вызывать эту функцию также есть интересный объект code его нету встроенных функций которые реализованы на C вы сразу получите ошибку но для обычной функции мы можем поинтроспектить еще код мы можем увидеть все переменные которые есть все входящие параметры и переменные я думаю тут не врезал надо сейчас чекнуть этот момент тут в том числе перечислены те переменные которые находятся в локальном скопе то есть local scope тоже будет в этом тюпле call free bars это как раз variable из нелокального скопа которого тут вот у нас попали const константы в общем переменные которые нам доступны и самое интересное что и в глобальном скопе и в константах у нас доступна сама эта функция closed function соответственно мы можем в нее делать рекурсивные вызовы по этой причине и вот тут внизу еще код coflugs для обычной функции это 67 за этим кодом этот код стоит за типом функции для генератора это будет свое для коррутины свой код будет для синхронной коррутины это будет свой код именно так асинка понимает какую функцию в нее закинули и интроспектирует ее по таким кодам теперь хотелось бы остановиться на методе это очень интересная штука такая мне очень сильно понравилось когда мы создаем класс мы в теле класса создаем обычную функцию казалось бы но когда мы помним что у нас есть self и когда мы делаем вызов этого метода мы self туда совсем не пробраться откуда же он там появляется или класс откуда появляется в класс методе происходит это следующим образом когда мы получаем эту функцию из нашего объекта мы не получим эту функцию мы на этой функции вызовем метод get потому что он реализован и по сути дела он для нас является read-дескриптором и вот когда мы вызываем метод get мы в него пробрасываем инстанс этого класса конкретный инстанс на котором был вызван этот метод и класс соответственно у нас в этом дескрипторе в этом объекте в методе есть доступ и к объекту и к классу и когда на нем будет колл вызываться он будет точно знать что нужно прокидывать в self или в класс или если это статик метод то тоже для него не будет никаких проблем коллекции переходим к маленьким интерфейсам size контейнер интерфейсам тут я думаю все достаточно понятно хотел бы остановиться на интерфейсам генгофор описан паттерн итератор итератор в пайоне он встроен в фреймворк по генгофор у нас должен быть объект итерабл и объект итератор итератор используется для того чтобы получать из итерабла элементы один за другим и помнить позицию где мы находимся во время итерирования соответственно мы от одного объекта можем создать несколько итераторов и итерироваться параллельно либо последовательно все равно как нам нужно и в пайоне это реализовано точно таким же образом то есть у нас есть какой-то итерабл объект и когда мы вызываем for i in итерабл ну вот какое-то тело у нас тут что происходит по факту for for loop это синтаксический сахар для while loop сейчас мы посмотрим это на примере то есть у нас есть итерабл первое что мы делаем это из итерабла получаем итератор то есть мы работаем уже в лупе не с итераблом объектом а с итератором и вот пока мы начинаем бесконечно по нему итерироваться и пробуем если у нас есть следующий элемент то мы его закидываем в тело for loop и делаем над ним какие-то операции если его нету у нас разница ошибка stop iteration в итератор итератор мы перехватим и выйдем из лупа то есть такой синтезический сахар и мы видим что мы действительно итерируемся по итератору можем создать нескольких итераторов и с помощью метода next по каждому из них степ параллельно итерироваться перейдем к секенсам и мэппингам в них много чего реализовано они сами по себе интересны структура в них очень такая очень прикольная как они реализованы на c но мы тут акцентируем внимание на get item set item мне кажется они являются для нас самыми интересными и включают сюда много функционал которые не видно с первого взгляда мы можем получать по индексу также мы можем получать слайсы слайс мы можем передавать вот таким образом либо каждый элемент слайса мы можем передать какую-то переменную либо нам либо интеджер либо вообще переменную переменную туда закинуть если нам нужно какой-то припроцессованный слайс посмотрим на примере еще мы можем ассайнить к слайсу объекта странная сейчас концепция сейчас попробую детально разобрать у нас есть секвенс и мы хотим определенный слайс этого этой коллекции заменить на наш и терабл на элементы нашего и терабл объекта в данном случае мы берем как слайс весь объект и заменяем его на другой объект и по факту мы делаем полный override листа не создавая нового листа также мы можем делать таким образом вставку то есть extend по определенной позиции то есть на позицию 1 мы хотим вставить два элемента так мы обычно делали insert а так мы можем ассайнуть несколько элементов в определенный слайс либо мы можем сделать замену и мы можем эту замену делать даже со степом вот допустим мы хотим в нашем листе заменить на каждый второй элемент заапплайить какую-нибудь функцию например string stringified каждый второй элемент чтобы это сделать нам поскольку мы используем степ нам нужно приассайнить коллекцию в которой будет столько же элементов сколько элементов в этом листе либо мы получим ошибку и вот таким вот образом мы можем заменить каждый второй элемент на его строковое представление слайс это встроенный объект в пайтоне можно создать слайс объект и его прям передавать в getiton как он хендлит такие штуки когда в слайсе мы указываем степ который намного больше допустим чем коллекция либо его там нету либо пятый элемент с конца мы хотим получать для этого сам объект должен реализовывать у которого мы берем слайс должен реализовывать метод land чтобы можно было узнать его длину когда слайс когда попадает в get индекс он нормализируется у слайса есть параметр параметр есть метод indices который принимает на вход длину нашего секвенса и вот слайс у нас был минус 2 102 поскольку теперь он знает длину секвенса на котором она плавится он может нормализироваться в нормальном представлении 8 10 2 никаких ни минусов ни заграничных значений именно поэтому когда мы пытаемся получить нереальный элемент мы попадаем с индекс error а когда мы пытаемся получить нереальный слайс мы нормально получаем либо пустую коллекцию либо получаем то что нам нужно и вот в принципе ненормализированный слайс и нормализированный слайс должны вернуть нам тот же набор элементов еще очень интересное свойство гитайт в том что туда в принципе можно прокидывать не только один слайс а набор слайсов но обычный объект поэтому этого не реализует но это реализовано в numpy есть массивы многомерные если нужно их слайсить по нескольким измерениям то это делается вот таким синдексисом слайс по первому измерению по второму измерению в данном случае 5 измерений и есть шорткат можно в numpy передать вот этот объект если не ошибаюсь он называется эпсилон поправить меня потом если я ошибся в консоли можно очень легко его принтануть и посмотреть что это за объект то есть numpy понимает что тут мы получаем слайсы по первому и второму измерению а все остальные три измерения которые остались мы берем просто полностью то есть такой аналог и это можно реализовать в нашем объекте он может быть многомерный он может принимать много слайсов в себя и таким образом реализовать какой-то интересный функционал для вашего фреймборка в маппинге как мы говорили ключом должен быть хешабл объект хешабл объект должен реализовать хеш и equal давайте в нашем примере мы скажем что наш объект возвращает хеш который бы возвращалась строка key а equal всегда вернет true у нас есть словарь в котором есть как раз вот такой ключ key и мы хотим в этот словарь по ключу нашего хешабла объекта добавить какой-то еще value что произойдет он по хешу находит ту ячейку в которой находится вот этот элемент после этого он нашел но хеши могут совпадать если хеш функция не очень то может быть коллизия какая-то как только он нашел ключ он знает по хешу нашел ключ он знает что за ключ там находится и он может с помощью equal сравнить эти два объекта а вот этот ключ равен тому ключу который мы сюда передали если да то отлично мы нашли ту самую ячейку и туда просто сторим наше значение соответственно когда вот мы сделаем такую операцию мы ключ не переписываем поскольку зачем это же тот же самый ключ наверное в данном случае это конечно не так и мы получаем дикт в котором по ключу key мы получим второе значение которое мы тут заоорайдили и по ключу вот этого объекта мы получим то же значение потому что хеш возвращает такой же как и key и он равен key по крайней в данном случае если мы закомментим def equal то получается что как бы по хешу этот ключ совпадает с тем ключом который у нас есть в дикте но они не равны между собой тогда мы получим что в тот момент когда мы захочем захотим записать по ключу key наше второе значение мы найдем по хешу первый ключ но они не равны между собой и мы в словарь добавим второй ключ у нас произошла коллизия хешей после коллизии хешей python ищет вторую ячейку которая может использовать для этого ключа и story туда наше второе значение то есть у нас есть доступ и по string ключу и по этому ключу у нас еще 15 минут авейтабл и корутины тема достаточно тоже такая громоздкая но к сожалению я немного не тот спикер который мог бы уверенно обсуждать авейтабл и корутины потому что недостаточно большой опыт работы с осинкой но тут по камере слайды и мое понимание того как это происходит каким происходит в осинкой и что такое авейтабл объект чем он отличается от каротин генераторов и так далее попробуем уложиться буквально 10 минут и оставим 5 минут на вопросы корутина это такой объект который может останавливать свой поток выполнения и переключаться возвращаться обратно и он может быть хорошо использован как раз для осинкой и баунт задач что мы видим осинкой для конкурентного выполнения кода авейтабл объект должен реализовать авейт он как раз вызывается когда мы делаем осин деф точнее когда мы делаем await на объекте корутина выполняет еще дополнительные функционалы это send throw и close в генераторе тоже эти методы появились начиная с python 2.5 и поскольку в генераторе были такие методы генератор можно было как раз использовать для целях осинкой до того как появился функционал осинка await когда появился синдекс осинка await но тем не менее генератор он не является авейтабл и поэтому осинка должен его припроцессить тем самым декоратором корутин который уже начиная с python 3.8 деприклик то есть у нас есть три вида корутин это обычный генератор генератор корутин это то что делает осинка с обычной корутиной чтобы он был awaitable объектом и нативные корутины это собственно нативные async async dev функции в async простая корутина у нас пример вот следующий мы в нее можем сценить значение она что-то получает на вход что-то выдает на выход когда мы дошли до конца мы raising stop iteration и в этом stop iteration возвращаем то значение которое вернулось у нас в return statement генератор корутина это как раз вот когда мы берем вот эту нашу старенькую добрую python старый добрый python генератор оплайм его async 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 там происходит небольшая магия там в раппинг проверки в раппинг в объекты и мы получаем ту корутину которую можно использовать async 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 ну и нативная вот как я говорил пример у нас такой попробуем поковыряться в специальных методах этого корутин оговорюсь что поскольку мы это делаем не в лупе в какой-то момент мы можем наткнуться на какую-то проверку что луп не запущен и что вы тут вообще извращаетесь но мы можем все-таки попробовать по крайней мере до python 3.8 у меня это получилось сделать мы создаем функцию инициализируем ее получаем объект корутина если мы вызываем на ней на объекте корутины await мы получаем корутин в раппинг это судя по документации это объект который в котором дополнительная дебаг информация не сильно принципиально когда делается send в корутину она возвращает нам фьючер объект по крайней мере до 5.3.8 у меня получилось это сделать а так резится поскольку мы тут используем нативный await async aslip внутри него происходит проверка запущен ли луп или не запущен и мы получили фьючер и мы ждем пока кто-нибудь в этот фьючер засетит value это происходит в лупе фьючер находится в таске и там происходит процессинг там параллельно куча колбеков в райтеров ридеров и так далее там куча своей глубокой логики но по факту мы ждем когда в этот фьючер кто-то засетит значение мы буквально делаем один next и ждем он является для нас блокинг как только мы засетим туда значение мы еще раз делаем next на этом фьючере и получим его return value это stop iteration 1 и получим значение 1 которое мы засетили в результат внутренняя имплементация фьючера выглядит примерно следующим образом как мы видим он awaitable объект и в нем есть один yield statement кто-то фьючер попадает в таск он прогоняет его до этого yield если он сюда попадает значит фьючер еще не выполнился и ждет когда этот фьючер будет выполнен и асинка ее фьючер блокинг поменяется на false и тогда он сможет и тогда он сделает еще один next и мы получим значение из фьючера который будет в таком случае мы будем знать что наша функция выполнилась если мы зайдем во фьючер мы увидим что там еще есть алиас итер и awaited для backward compatibility видимо поскольку раньше использовался iter генератора если мы хотим создать собственный awaitable объект нам нужно реализовать метод await и его просто заретернить обычная синхронная функция которая разрешает await результат awaited это итерируемый объект в данном случае коротина есть еще ряд абстрактных классов мы по ним проходиться детально не будем просто для галочки скажем что мы по крайней мере упомянули это асинхронный iterable в нем должна быть реализована синхронная функция аитер которая возвращает асинхронный итератор асинхронном итераторе реализован аннекс который является асинхронным методом ну и аитер он тоже синхронный как повторяет вот эту сигнатуру то есть возвращает просто само себя и асинхронный генератор он наследуется от асинхронный атератор от итератора то есть все эти методы реализованы и для должны быть реализованы асинхронный генератор в нем есть ascent throw close асинхронный генератор если вы хотите получить то мы просто делаем async def и yield и от него берем type вот таким же образом в абстрактных классах мы получаем тип ну получаем класс асинхронного генератора и регистрируем его в интерфейсе асинхронный генератор и еще есть два context manager abstract context manager enter и exit знаете для чего используется для того чтобы хендлить открытие-закрытие файлов либо connection и резолвить в том случае если резница ошибка мы всегда гарантируем что exit тоже выполнится и abstract async context manager в нем должно быть реализовано два синхронных метода аenter и аexit вроде уложились теперь можем поотвечать на вопросы если есть таковые нет необходимы в этом случае можем это